Здравствуйте, в эфире Капитал, программа о деньгах и финансах в студии Елена Шиломенцева. Смотрите сегодня. Благодаря чему Преамурье вошло в число лучших регионов по реализации налоговой политики? Какие нововведения ждут амурчан при оплате налогов в этом году? Сколько задолжали амурские предприятия своим сотрудникам и что обсудят на предпринимательском форуме в Свободном? В числе самых эффективных Преамурье вошло в топ-10 регионов России по эффективности налоговой политики. Рейтинг составляли эксперты межнациональной консалтинговой группы. За 2017 год Амурская область заняла 10 место в списке. Оценка проводилась по семи основным показателям, которые, по мнению экспертов, показывают степень использования российскими субъектами, возможности предоставления в сфере налоговой политики и оказывают влияние на уровень доходов бюджета. В частности, учитывали стоимость патента для мигрантов, ставка по транспортному налогу, налоговая задолженность и другие. Больший балл присуждается регионам, которые живут посредством и учитывают обеспеченность бюджета при предоставлении налоговых льгот. Высший балл мы получили за то, что одни из первых, начиная с 2015 года, установили возможность исчисления налога на имущество организации и налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов недвижимости. Установили отдельную ставку по транспортному налогу для легковых автомобилей высокой мощности. При этом мы предоставляем льготы. Активно на территории области реализуется патентная система налогообложения с применением дифференциаций, то есть разбивки потенциально возможного дохода по видам предпринимательской деятельности, что делает для бизнесменов ее более привлекательной. Как пояснили в Министерстве экономического развития области, налоговая политика в Преамуре утверждается ежегодно. Регулярно проводится оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот. Если мера себя не оправдывает, ее исключают. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Москва, Ханты, Мансийский автономный округ и Башкирия. Эти регионы, по данным специалистов, сумели в полной мере воспользоваться всеми путями, способствующими росту налоговых поступлений. Дети-инвалиды получили право на налоговые льготы. Причем, согласно положению, им произведут перерасчет, начиная с 2015 года. Текущая кампания по оплате налогов имеет ряд особенностей. О них дальше и поговорим. Расчет налога на имущество с физических лиц в текущем году производился с учета коэффициента плавного увеличения нагрузки 0,6. Кроме того, налоговыми органами были соблюдены требования налогового законодательства в части того, что сумма налога, которая рассчитана в этом году для физического лица, не должна превышать 10% от той суммы, которая уплачивалась в прошлом году. Данное нововведение не имеет отношения к коммерческим объектам, то есть объектам торгово-офисного назначения, которые включены в особый перечень Министерства имущественных отношений, и этот перечень размещается на сайте Минимущества Амурской области. Большая часть нововведений связана с расчетом налога на имущество с физических лиц и земельным налогом. По транспортному все останется по-прежнему. Кроме того, к 300 тысячам объектов недвижимости, принадлежащих амурчанам на праве собственности, были автоматически применены налоговые вычеты. Так, в части жилых домов налогом не облагались 50 квадратных метров, в отношении квартиры комнат 10 квадратных метров. Снижение налога применялось ко всем физическим лицам, независимо от количества принадлежавшей им недвижимости. А вот уже на вычет налога за земельный участок в размере шести соток могут рассчитывать только льготные категории амурчан. Это участники Великой Отечественной войны и боевых действий, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства. И сейчас добавилась новая категория дети-инвалиды. Льгота носит заявительный характер и применяется только к одному земельному участку до шести соток. Если на дел больше или их несколько, то за квадратные метры свыше указанной нормы придется доплатить по установленной ставке. К слову, в этом году правом на земельный вычет воспользовались уже 74,5 тысячи жителей области. Также в численном введении этого года, что граждане смогут производить уплату имущественных налогов за третьих лиц. Но при этом отмечают специалисты, важно правильно указывать реквизиты того человека, за которого производится оплата, чтобы деньги пришли строго по назначению. В Тынде сотрудники строительной организации получили свою зарплату только после вмешательства прокуратуры. Крупную задолженность представители ведомства выявили еще в 2017 году в ходе проверки. Компания Тында Транстрой долгое время не отчитывалась в органы статистики, хотя как предприятие респондент обязана это делать регулярно. В данной компании, когда было установлено, что имеет место задолженности на организации респондент, то есть респондент это, которая обязана отчитываться перед органами статистики, и было установлено, что организация задолжала заработную плату работникам. 45 работникам, это где-то в период с апреля 2017 года по август 2018 года. Сумма составила где-то свыше 8 миллионов рублей. Незамедлительно были приняты меры прокурорского реагирования. Только в этом году директору организации было внесено 7 представлений с требованием отдать людям деньги. Достучаться до прижимистого руководителя удалось лишь после того, как на него завели уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Начальнику грозило до трех лет лишения свободы. В итоге деньги сразу нашлись и с сотрудниками полностью рассчитались. Кроме того, по постановлениям прокурора, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила порядка 350 тысяч рублей. Кроме того, прокурор в отношении руководителя организации возбудил дело и привлечен был к ответственности руководителя предприятия за то, что как респондент не предоставлял в органы статистики информацию о сложившейся задолженности на предприятии. Своевременная выплата заработанных амурчанами средств находится на особом контроле региональной прокуратуры и правительства области. На сегодняшний день в числе организаций должников числится 18 компаний. Общая сумма задолженности составляет около 100 миллионов рублей. Самым крупным неплательщиком является государственное унитарное предприятие в Синроссии, где работникам недоплатили 11 миллионов 650 тысяч рублей. Противодействие к кибермошенничеству в России вступил в силу закон о блокировке карт. Он позволяет финансовым организациям временно отклонять сомнительные операции по переводу средств, а также приостанавливать действия карт на срок до двух рабочих дней. Предполагается, что нововведение поможет защитить россиян от действий мошенников. По каким критериям банки будут определять, что операция подозрительная и как действовать клиенту в случае блокировки карты, рассказал заместитель управляющего отделением Благовещенск Банка России Михаил Рябов в рамках рубрики «Интервью с экспертом». Если у кредитной организации возникло подозрение о том, что контроль над средством платежа, допустим, картой захватили мошенники, то закон обязывает приостановить данную операцию либо заблокировать карту. Данные действия направлены на обеспечение сохранности денежных средств клиентов банка на их счетах. При этом необходимо отметить, что закон не обязывает банк, при малейших подозрениях, что случается несанкционированная трансакция, обязан блокировать операцию либо средства платежа. Данный закон обязывает кредитной организации незаметительно связываться с клиентами-отправителями для выяснения легитимности данной операции. По каким критериям будут определять подозрительные это платеж или нет? Основные критерии разработаны Банком России. Вместе с тем, по мере обмена информации с кредитными организациями данные критерии будут детализироваться, возможно расширяться. На текущем этапе этих критериев три. Во-первых, Банк России ведет базу данных о всех несанкционированных списаниях денежных средств без ведома клиента. И в том случае, если счет получателя денежных средств будет совпадать с данными, которые имеются в базе данных Банка России, то кредитная организация может признать данную операцию как подозрительную. Вместе с тем, направляя информацию о данных счетах, регулятор не подразумевает одномоментной блокировки данных счетов. Здесь необходимо кредитной организации проводить комплексное приятие, которое было направлено на подтверждение легитимности данной операции. То есть необходимо связаться с отправителем денежных средств, уточнить, совершил он данную операцию, либо нет. Если получено положительное подтверждение, то деньги будут в этот же момент переведены. Кроме этого, в этой же базе содержится информация обо всех устройствах, с помощью которых были осуществлены несанкционированные списания. Опять же, если данные об этих устройствах совпадают, то это еще один критерий признания данной операции подозрительной. И следующий момент – это так называемый платежный профиль клиента. У каждого из нас он разный. И в том случае, если вы совершаете операцию, которая не характерна для вашего платежного профиля, допустим, совершаете операцию на какую-то крупную сумму, либо совершаете операцию за рубежом, либо совершаете одномоментное перечисление нескольким клиентам, у банка также могут возникнуть определенные вопросы, которые он должен уточнить от правителя денежных средств. Как поступать клиенту, держателю карты, если все-таки его карту заблокировали? Если каким-то образом клиент узнал, что его операция, либо его платежное средство заблокировано, его необходимо в кратчайшие сроки связаться с кредитной организацией. Самый простой способ – это же, конечно, по телефону. Номера телефонов указаны на карте клиента, либо на официальном сайте банка. Если же есть подозрения о том, что совершены определенные мошеннические действия, то здесь действительно нужно в кратчайшие сроки связаться с кредитной организацией и сообщить о данном факте. В случае, если клиент никаким образом не разглашал информацию о карте, здесь имеют в виду PIN-код, SVC-код, либо данные из одноразовых паролей, полученных SMS, то в общем случае банк будет обязан вам возместить все потери, которые будут связаны с мошенническими действиями. Здесь очень важно отметить, что эти данные никому нельзя сообщать. И как совет, наверное, если вы планируете совершать крупные покупки, либо вы планируете выезд за рубеж, необходимо об этом заранее уведомить банк. И сейчас немного статистики. По данным Центрального банка России, только за 6 месяцев 2018 года в Дальневосточном федеральном округе было зафиксировано более 2200 несанкционированных операций в отношении физических лиц и 8 в отношении юридических. В общей сложности мошенниками было похищено около 27 миллионов рублей. Из них свыше 17 миллионов с лицевых счетов граждан. По итогам 2017 года лидером по количеству несанкционированных операций являются Москва и Московская область. Там киберворы умыкнули более 350 миллионов рублей. Если смотреть по федеральным округам, Дальний Восток находится на восьмом месте. В прошлом году в макрорегионе было отмечено 5800 незаконных операций на сумму 14,5 миллионов рублей. Чаще всего злоумышленники промышляли в Хабаровском крае, где со счетов исчезли более 3 миллионов рублей. В Амурской области, если смотреть по количеству киберкраш, то динамика положительная. Их количество сократилось ровно в два раза. С 465 в первом полугодии 2017 года до 233 за аналогичный период 2018. Однако суммы похищенных средств наоборот почти в два раза увеличились. С 666 тысяч в первом полугодии прошлого года до 1 миллиона 236 тысяч рублей текущего. Это то, что касается физических лиц в отношении юридических. В 2018 несанкционированных списаний не зафиксировано. Хотя в прошлом году с января по июнь таковых было 65. В пользу мошенников ушло около 21,5 миллиона рублей. Первый племенной завод появился в Амурской области. Свой статус повысила агрофирма АНК, расположенная в Благовещенском районе. Ранее предприятие являлось племенным репродуктором по разведению коров красно-пестрой породы. Сейчас это единственный племзавод на территории области. Новый статус даст агрофирме толчок к развитию, поскольку предусматривает приоритет по господдержке и участию в любых федеральных и областных программах. В настоящее время поголовье агрофирмы насчитывает около 2200 животных, из них более 1000 коров. 2 октября в хозяйство завезли 60 племенных нетелей из Красноярского края. Вторую партию в количестве еще 40 голов ожидают в конце октября, сообщает пресс-служба областного правительства. Свободное время новых возможностей. В ноябре в Свободном пройдет первый предпринимательский форум. 2 числа на одной площадке встретятся представители бизнес-сообщества, власти, институтов поддержки и развития инфраструктуры, а также инвесторы. Им предстоит найти оптимальные решения по развитию предпринимательства в городе президентского внимания. Сейчас Свободный переживает второе рождение, только в следующем году город примет более 20 тысяч человек. Однако, по словам губернатора области, муниципалитет не справляется с огромным количеством прибывающих новых жителей, в частности строителей и будущих сотрудников Амурского газоперерабатывающего завода. Сфера услуг просто не готова к таким потребностям. Главная задача форума показать и проработать готовые решения для бизнеса, показать предпринимателям, какие огромные возможности появляются в городе. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Амурской области, компаний Сибур и Газпром Переработка Благовещенск, агентства Амурской области по привлечению инвестиций и администрации Свободного. Регистрация участников продлится до 30 октября на инвестиционном портале региона. Амурских производителей приглашают присоединиться к Всемирной неделе качества. Она пройдет с 5 по 11 ноября. А 8 числа весь мир отметит международный праздник – День качества. Амурским компаниям предлагают провести презентацию своих новинок, провести экскурсии на производство или организовать День открытых дверей, креативно выделить лучшие товары на полках магазинов, придумать акцию по продвижению собственной продукции. Мероприятие призвано сформировать позитивное отношение к российским товарам и услугам и дать возможность организациям эффективным способом заявить о себе. С подробной информацией о проведении праздника можно ознакомиться на сайте qualityday.ru. Адрес указан на экране. На этом у меня все. Пересмотреть программу можно на нашем сайте amurobl.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова